Не дня без строчки. Этот девиз поэтов смело примеряет на себя и Нина Бабашова, народный мастер Ивановской области. Не проходит дня, чтобы рукодельница не садилась за швейную машинку. Увлечение лоскутным шитьем давно уже стало образом жизни. Нина Бабашова даже специально получила художественное образование. Отучилась три года на вечернем отделении детской художественной школы. Как часто бывает, любимое дело мастерица нашла для себя случайно. Муж прочитал в Ивановской газете объявление «Организуются курсы лоскутного шитья в музее СИЦА». И он мне сказал «Займись-ка делом, выучись на курсах, и шея одеяла, под каким я спал в детстве». И вот это было толчком. До этого я занималась разными видами рукоделия, сложными. Но то, что муж сказал «Займись-ка делом», и это меня тоже задело. «Своего мужа я люблю, и я решила ему сшить одеяло». С тех пор прошло более 20 лет. За это время Нина Бабашова успела поучаствовать в сотне выставок по России и за рубежом. Появились серии работ, посвященные поэту Михаилу Дудину, заслуженному художнику России Владимиру Колесову. Лучшие ее панно и покрывало побывали в Иране, Японии, Вьетнаме, Молдавии, Румынии. Но все пришло не сразу. Нина Бабашова рассказывает, что первоначально материалов не было. За годы собралась целая коллекция ситцев – шуйских, тейковских, кохомских и, конечно, ивановских с самых разных фабрик. Самая обширная коллекция – ткани фабрики БИМ. Пришлось даже поработать в архиве музея ситцев, чтобы определить, какие из них какие. Самый старый материал относится к 50-60 годам прошлого века. Лоскутное щитье развивает память, внимание. И вот я все свои ткани знаю наизусть. И когда, допустим, я изучала ткани Колесова и работала в архивах с книгами-выклейки фабрики БИМ, я все ткани знала наизусть. Благодаря запасам мастерица работает до сих пор. Не так давно родилась серия работ «Наследие». Получился своего рода исторический срез текстиля Ивановской области, который рукодельницы считают нужным показать подрастающему поколению. Ведь каждый крок ивановских художников по ткани – это произведение искусства. А лоскутная техника позволяет представить все богатство ивановского текстиля в выигрышном свете. Выставка откроется в детской библиотеке на Крутицкой. «Наследие» – это своеобразный памятник художника, который она сотворила в памяти о текстильной истории нашего города. То есть каждое панно создано из тканей, выпускавшихся на том или ином текстильном предприятии города. И если уж быть до конца откровенной, то вообще-то эту коллекцию надо было бы показывать в музее при соблюдении специальных условий экспонирования и так далее. Но Нина настояла на том, чтобы эта коллекция была представлена у нас в библиотеке. И главный аргумент заключается не в том, что Нина тепло относится к библиотеке, это само собой. Главным аргументом был следующий. «У вас, – сказала она мне, – это покажут бесплатно». Открытие выставки работ Нины Бабашовой намечено на 16 мая. Экспозиция приурочена к столетию с момента основания Иваново-Вознесенской губернии и будет работать до конца июня. Любовь Почерникова, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.